Добрый вечер, серия А на канале Матч ТВ футбол. Наверное, даже не знаю какой, но главное, что на футболе. Итак, Ювентус принимает Сосуол на своем поле. Ну и прежде чем мы перейдем непосредственно к матчу, небольшая загадка для вас. Росси, Топоццо, Пелецоли, Пинато, Марки Джани, Де Сантис, Регинато, Зов. Какое отношение все эти люди имеют к сегодняшнему матчу? Время пошло. Ну а команда выходит на поле и сразу же давайте напомним себе, что происходит в турнирной таблице. Это 29-й тур итальянской серии. Меньше 10 матчей осталось до конца чемпионата. 64 очка у Ювентуса, 61 очка у Наполи. Но и Рома тут обозначает свои притязания, если не на первое место. Все-таки отрыв очень приличный. И вряд ли Ювентус вдруг после такого количества побед подряд позволит себе столько же подряд проиграть. Поэтому речь, наверное, идет о борьбе за второе место, в которое Рома, безусловно, включилась. 61 у Наполи, 56 у Ромы. Это тройка не лидеров, тройка Лига Чемпионской итальянской серии. Поэтому Ювентусу, естественно, выигрывать нужно, чтобы продолжать, вне зависимости от того, как сыграет Наполи свой ближайший матч, лидировать в чемпионате. Ну а главное, у Ювентуса Лига Чемпионов, собственно, с этим и связан перенос матча чемпионата на пятницу. Пересматривают итальянцы медленно, но верно свое отношение к европейским кубкам и к участию своих команд в Лиге Чемпионов, в чуть меньшей степени в Лиге Европы. Пару лет назад Адриано Галлиани обручился с резкой критикой в адрес команд, который вторым составом играли в Лиге Европы и говорил о том, что мы теряем очки, мы не добираем очки, а все-таки четыре команды в Лиге Чемпионов лучше, чем три. Похоже, итальянцы начали потихонечку понимать и, в частности, стали подстраивать календарь и переносить матчи с тем, чтобы раньше, помните, как мы в России говорили, где в какой-то стране будут под команды подстраиваться календарь незыблемый. Да все зыблемое, просто когда прецедент происходит, когда люди в руководстве футбола начинают об этом задумывать, то сразу же не происходит вмешательство в календаре всех, как он относится с понимать. Поэтому вот на пятницу вынесен матч Ювентуса. Состав хозяев поля боевой, никого не стал Олегри сажать в запас, кроме, пожалуй, что Погбан, который сегодня... Ну нет, я вообще смотрю, так есть кое-какие изменения в составе. Все-таки, несмотря на то, что до Лиги Чемпионов еще прилично времени, в среду Ювентус отправится в Мюнхен. Ну так примерно... Ну нет, все-таки основной состав, давайте так говорить, потому что группа игроков основного состава Ювентуса, все-таки этот человек 15-16, а не 12-13. Поэтому все-таки состав боевой вполне, но нет Эвра и нет Погба и Ликштайни, то есть тех людей, которые играют в составе регулярно. Буфон в воротах, Борзалии 15-й номер, Получчи 19-й, Александру 12-й, Ругани 24-й, Хидиры 6-й, Маркезию 8-й, Асамова 22-й, Квадрадо 16-й, Манджукич 17-й, Дебало 21-й номер, очевидно, в три защитника сыграет сегодня Аллегри с двумя инсайдами, Александру слева, Квадрадо справа, Килини по-прежнему травмирован и участия в матчах не принимает. Ну, из тех, кто мог бы оказаться на поле Марата, но Марата довольно редко в последнее время попадает в стартовый состав. Манджукич, Дебало играют на первой линии атаки. А это Ди Франческо, один из самых интересных молодых итальянских специалистов. Со своей командой Сесуолу забрался на седьмое место, уже обеспечил математически Сесуолу прописку в серию на будущий год. А это, собственно, сверхзадача Сесуолу. Я думаю, что о Еврокубках речь не идет, тем более, что Сесуолу отстает довольно прилично на 7 очков от пятого места. Поэтому, наверное, команда может наслаждаться жизнью и спокойно сезон доигрывать, играть в свое удовольствие. Консильи, 47-й номер, вратарь, Пилузу, 13-й, Мурсалько, 11-й, Очерби, 15-й, Антеи, 5-й, Бьондини, 8-й, Магнанелли, 4-й, Дункан, 32-й, Политано, 16-й, Фальчинелли, 9-й и, наверное, самый интересный игрок в этой команде Сансоне. 17-й номер. У меня Ди Франческо главный тренер, Ювентус сразу же включается в игру с первых минут. Дибала! Ух ты, удар какой великолепный! В самую девятку запустил мяч Дибала и Консильи уже на первой минуте выручают свою команду. Великолепная атака Ювентуса. В одно касание здесь сыграно Дибала на квадратах и пятками здесь, как все играют. Это был бы просто шикарный гол, если бы не Консильи, который потащил кончиком пальца этот мяч и перевел его за ворота через перекладину. Шикарный момент у Ювентуса уже на первой минуте этого матча. Настрой команды понятен. Тем более, что ее накануне обидел Орегусаки, сравнив Ювентус с норвежским Русенборгом. Но давайте к этому мы чуть позже придем, если в игре наступит какая-то пауза. Ювентус, как правило, бодро начинает, но без пауз играть невозможно. Наверное, возникнут они и в этой игре. Ювентус продолжает фантастически выступать в чемпионате Италии. Команда одержала невероятное количество побед подряд. Сыграв только с Болонии в ничью на выезде. Ну и другая серия продолжается. Это сухие матчи. Девять матчей подряд не пропускают Ювентус. И теперь внимание, за чем мы сегодня следим. Я вам не случайно назвал фамилии некоторых футболистов. Все эти футболисты, как я думаю, болельщики и многие Ювентус уже догадались, это все вратари. На 10-м месте Адриано Реджинато из Кальери. В 67-м году он 712 минут отстоял на сухо. На 9-м месте за всю историю итальянской серии Морген де Санктис, вратарь Ромы. В 2014-м году Манджокич плохо бьет мимо ворот. Отстоял 744 минуты на сухо. На 8-м месте вратарь другой римской команды Лацо Лука Маркиджани. В 98-м году 745 минут на сухо. На 7-м месте Джан-Луиджи Буфон. В 2014-м году 745 минут отстоял на сухо. На 6-м месте Давида Пинато, вратарь Аталанта. 97-й год, 758 сухих минут. На 5-м месте Иван Пелицоли, Рома. 2004-й год, 774 сухих минуты. 4-е место Марио да Потсо, 64-й год. Команда Дженуа, 792 минуты. И Джан-Луиджи Буфон сейчас находится на 3-м месте. 836 плюс 3. 800 вот сейчас вот заканчивается. 839 сухих минут у него прямо сейчас. И впереди на 2-м месте великий и легендарный голкипер тоже Ювентуса. Изборной Италии Дино Дзов. В 73-м году в составе Ювентуса Дзов сыграл 903 минуты насухо. Так вот, сегодня на 67-й минуте, если Сосуола не забьет, а Ди Франческо на пресс-конференции так пошутил как раз, что его команда приехала на этот выезд только с единственной целью забить гол Буфону. Так вот, если Сосуола не забьет до 67-й минуты, я думаю, что на 67-й минуте стадион взорвется аплодисментами. Буфон выйдет на второе место по непробиваемости в истории серии А. Ну, а впереди Себастьяно Росси, голкипер Милана. В 94-м году он 929 минут отстоял насухо. А это значит, что если сегодня Буфон играет на ноль, ему нужно будет всего лишь 3 минуты сыграть насухо в матче следующего тура, который Ювентус играет против, этот дерби будет против Торино на выезде. И тогда Буфон станет абсолютным рекордсменом и войдет в историю итальянской серии А. В 38 лет побив рекорд Динодзофа, который также играл очень долго и в 40-летнем возрасте участвовал на чемпионате мира. Как и Буфон, наверное, будет участвовать в Москве. В Москве, не знаю, в Москве, где будет сборный италь играть. В России как раз в 18-м году Буфону 40 лет и исполнится. Уже будет полно в 40 лет, когда начнется чемпионат мира в России. Вот что самое интересное, помимо результата, ну, потому что результат от матча к матчу может меняться. Сейчас, внимание, нельзя забивать, нельзя забивать, мимо пробей, мы хотим рекорд. При всем уважении к соперникам Ювентуса, я сегодня болею за Буфона. Вы как хотите, а я за Буфона. Понимаю, что болельщики и Рома, и Наполи, и всех остальных команд в Италии как, не только в Италии, или ты за Ювентус, или ты против Ювентуса. Третьего не дано. Тем не менее, главный герой сегодняшнего вечера, на мой взгляд, это Джи-Джи Буфон. Пока борьба за мяч, Маркизио выигрывает эту борьбу. Ругани делает передачу налево. И Бонуччи начинает атаку Ювентуса. Лига чемпионов в Баварии, конечно, занимает умы болельщиков и итальянских специалистов. Но нужно действовать поступательно и не пропускать близко Рому, которая очень хороша под руководством Ильчану Спалетти. И Бушколь Ювентусу удалось обойти Наполи. Движение к пятому рекордному титулу подряд. Это тоже история, которая для музея и на века подобное достижение. Пять куда-то подряд. Сейчас мы не будем возвращаться к набившей оскомину. Но, видимо, в воззревом будущем никогда не будет отвечать тема исчерпана. Кольчополи и последовавшие в связи с этим санкции, отборы титулов, переходы их от одной команды к другой. Но здесь без всяких Кольчополи Ювентус четыре титула подряд взял. И сейчас близок к тому, чтобы выиграть пятый чемпионат подряд. Дибала решил не разыгрывать. Какой-то очень хитрый способ с розыгрышем углового. А, кстати, это наигранная, видимо, комбинация, потому что почти получилось. И Сосуова в последний момент справился с этой ситуацией, потому что Банджукич после очень резкой подачи Алекса Сандру был готов переправить мяч в ворота. Как всегда, Ювентус очень здорово и резво начинает, стараясь подавить соперника уже на первых минутах матча. Здесь, похоже, Банучи сыграл рукой. Сосуова начинает со своей половины поля. Практически чисто итальянская команда. Сегодня в стартовом составе гостей лишь два иностранца. Хорват Версалько и миганский футболист Джозеф Дунко. Квадрадо, похоже, освоился на правом фланге. Даже можно сказать, что в какие-то моменты предпочитает Олегри именно Квадрадо, когда нужно больше играть в атаку, когда соперник позволяет и предполагается, что Ювентус играет строго первым номером. И не нужен такой большой объем обронит на работу. Но вот интересно в Мюнхене, как построят игру Олегри. В принципе, ничья 2-2 на своем поле говорит о том, что на выезде нужно стараться играть на победу, забивать как минимум гол, потому что сложно проверить, чтобы Бавария на своем поле не забила. Наверное, вариант с Квадрадо на правом фланге должен быть рассмотрен. Любопытно, что Погба не дали отдохнуть, хотя до матча с Баварией еще несколько дней. И вроде бы домашняя игра, тем не менее, поле осталось в запасе. Ключевая фигура Ювентуса в днешнем сезоне. Консили, уже выручившую свою команду, пытается начать атаку. Сосуола Дункан с мячом делает длинную передачу вперед, но слишком сильную. Мяч летит в руки Буфона. Табло работает, секунды бегут. И с каждой секундой Буфон приближается к Дину Дзоффу. Александру. 72 год. 40. 4 года. На второй строчке находился Дину Дзоффу. Ну, продолжает находиться. Пока Сосуола действует, как и положено на этом выезде. На своей половине поля строго держат подопечную Ди Франческо зоны. Команда Ди Франческо нетипичная, скажем так, итальянская команда. Тренер нового поколения, который думает не только о результате, но и о том, чтобы играть в симпатичный футбол. Наверное, пора уже к Саки перейти, потому что все-таки это одна из самых обсуждаемых тем в эти дни в Италии. Сейчас посмотрим атаку в исполнении Ювентуса. А само катит мяч дальше налево. Александро решит под правую себе подработать пробить. Мяч застрял в гуще игроков. Дальше Ругани, защитник пошел вперед. И даже очень неплохо. Дебава почти прошла эта передача. Но, правда, мне кажется, что не Дебави делает передачу ближнему игроку, но передача не прошла. Аригусаки выступил, можно сказать, наверное, с критикой в адрес Ювентуса, сказав, что нужно проявлять себя в Лиге Чемпионов. Сказал, что Ювентус команда такая для домашнего пользования, внутреннего разлива чемпионов, который, да, здесь в Италии сильнее всех, но как только дело доходит до Еврокубков и Лиги Чемпионов, то тут-то титулов и нет. Хотя, наверное, можно возразить, что Ювентус в прошлом году играл в финале. Правда, да, действительно, титул не получил, но тем не менее финал Лиги Чемпионов это тоже определенное достижение. И Аригусаки сравнил Ювентус с Русинборгом, что многим показалось достаточно обидным. И, в частности, теребили на предматчу пресс-конференциями с ремяном Олегре, пытаясь добиться от него комментариев. По этому поводу надо отдать должное. Олегре очень вел себя раскованно на пресс-конференции, сказал, что к таким великим людям, как Аригусаки, надо относиться с уважением. И все, что говорит этот тренер, ну, как минимум, это нужно слушать и обсуждать. И Аригусаки сказал, на мой взгляд, очень правильную мысль, за что мы любим футбол. За то, что по поводу футбола всегда есть разные мнения и очень интересно разные точки зрения сталкивать между собой и обсуждать. Сейчас Сосолы в отаге. Маркизио прерывает эту попытку проникнуть в штрафную площадь Сансоне. Если Сосолы вы по каким-то причинам не видели или мало видели в нынешнем сезоне, то обратите внимание на 17-го номера. А я напомню, что Сосолы – это команда, которая нанесла Ювентусу последнее поражение в чемпионате, обыграв в первом круге. Сосол Ювентус на своем поле со счетом 1-0. Было это, правда, давно, в конце октября, но такой результат был, и именно Сансоне забыл тогда победный гол в воротах Буфона. Возвращаясь к Саке и к этому нашумевшему интервью, это была первая мысль, которую он высказал, что подумаешь, Руссенбург, причем, собственно, здесь Руссенбург, Саке сказал о том, что Ювентус, как Руссенбург, который тоже выигрывает бесконечные чемпионаты Норвегии, ну и что? А нужно-то добиваться успехов Европы. Ну и вторую мысль, которую высказал Саке, такая в целом критика итальянского футбола, заключалась в том, что он, вспоминая свой Милан, говорил о том, что на взгляд Саке проблема Ювентуса, в частности, как лидера итальянского футбола, заключается в том, что в словарном запасе Ювентуса только один глагол. Это глагол «побеждать». У Милана, вспомнил Саке свой, Милан в квадрат убьет и попадает в защитника, в словарном запасе было три глагола «побеждать», «убеждать» и «развлекать». И вот на этом глаголе «развлекать» Саке заострил внимание итальянской футбольной общественности, сказав о том, что футбол – это в первую очередь зрелище, и пора бы итальянцам пересмотреть свое отношение к футболу. И, кстати, человек, который в сегодняшнем матче принимает участие в качестве тренера, удостоился похвалы знаменитого тренера, я имею в виду Ди Франческо, который был перечислен на Ригусаки в ряду тренеров нового поколения, которые перестали мыслить о Донабока и выстраивать игру свою по-итальянски. Вот это самое пресловутое Котеначо, исключительно тактика и больше ничего. Игра только на результат, не заботясь о красоте футбола. Хидиро несется вперед, очень здорово играет Ачерби, действуя на опережимный продукт передачи, Ачерби выполнил плохую Квадраду. Подача вновь мяч попадает в соперника, Квадраду пытается раскачать. Защитника пас Маркезио, Маркезио бить не стал, туда передача была обречена на потерю мяча, потому что Маджукич находился в положении вне игры. Вот такая любопытная история, возбудоражил итальянских болельщиков и специалистов Ориго. Саки и Ди Франческо как раз был причислен им к числу тех людей, которые стараются иначе смотреть на футбол. И я, кстати, допустил момент, не знаю, коллеги, комментаторы, рассказывали вам об этом или нет. Оказывается, на одном из последних матчей Наполи был баннер на фанатском секторе, который гласил, ребята, играйте в футбол, развлекайте нас, и нам все равно, с каким счетом вы закончите этот матч. Что ж, раз в Италии вот так начинают смотреть на футбол, это значит, что мы вправе ожидать каких-то перемен в обозримом будущем и появления большего количества команд, нацеленных на атакующий футбол, на то, чтобы забивать голы, а не думать только о результате. Вот такая была в какой-то степени критика Макса Аллегри. По мнению Саки и Вентусу, не хватает игры на публику, хотя вот с точки зрения игры на результат тут вроде бы не придерешься. Потеря мяча в центре поля, пытается со слова начать свою атаку. Бьёндини. Совершенно не блондинистый, а совершенно рыжий полузащитник команды гостей. Был в центре поля, и из-под ноги буквально срезал у него мяч, а сама он и задел заодно ногу опытного полузащитника, который играл, между прочим, у Аллегри в кальюри в том сезоне, когда на всех Аллегри игрой своего кальюри и обратил внимание. Кстати, тот кальюри играл совершенно не по-итальянски, играл в яркий атакующий футбол. И на ту команду смотреть было приятно. Санцоном ошибся, потерял мяч, а Самуа пытается Ювентус нагнетать темп. Насколько это репетиция перед Баварией, но все-таки не будем сравнивать класс команды, класс игроков, а Самуа полез на нарушение правил и сфалил на нем Пелузу. А самуа полез на нарушение правил Штрафной Дебава, квадрат у мяча, но вряд ли отсюда последует прямой удар поворотом, хотя, в принципе, Дебава может попробовать отсюда и пробить. подача опасной моменты, и Консили выручает еще раз свою команду. Почему-то никто не держал после подачи Дебавы вот эту дальнюю часть вратарской площади, Александр со всей своей мощью сюда вбежал и очень сильно пробил. Консили молодец, здорово. Среггер. Борьба за мяч. Консили один из лучших вратарей Италии. Он выступал в течение трех лет за молодежную команду. И даже имеет сегодня награду, бронзовая медаль молодожного чемпионата Европы в 2009 году. Сосуэлла с мячом. Пас налево. Пилузо вперед. Вновь Пилузо. Дункан. Неплохой контроль мяча. Сосуэлла на чужой половине поля вот в такой футбол играет. Поперечная передача. Магнанели перевернут направо. Дальше нет. Продолжение вперед. Крутится, вертится с мячом Варсалько. Дункан. Надолго захватил мяч клуб гостей. Обратите внимание, какая наглость в гостях играет подобным образом. Пас под удар. Кто пробьет? Мимо, бей! Мы за Буфона. До 67-й минуты. Хотя нет, ну пускай он рекорд установит. Вообще, конечно, странно, что в итоге Рикардс вот среди всех этих великих фамилий, которые я перечислил, на первом месте с результатом почти тысячи сухих минут, оказался, ну в принципе, такой хороший, но ничего особенного вратарь Себастьяна Роси. Просто действительно повезло. Так получилось, что оказался в нужное время, в нужном месте, в тот сумасшедший сезон, когда Милан установил кучу рекордов, никому вообще не проигрывая. Феноменальный футбол тогда демонстрировал Милан в сезоне 93-94. И именно так сложились обстоятельства. Себастьяна Роси был основным вратарем Милана в этот момент, не будучи ни на секунду, даже близко первым номером сборной Италии. Хидира легко очень обыграл соперника, входит штрафную, решил сам не бить, сыграть в пас. Подбор за Ювентусом. Маркизио. Александро. Осамоа. Маркизио. Длинная атака Ювентуса. Пас. То есть, немножко свободного пространства перед Квадрадо. Квадрадо не сумел обыграть защитника. Пелузу на замах не поддался. Буфон наверняка в ближайшее время побьет. Еще. Не побьет, а продвинется по таблице рекордсменов по количеству матчей в серии А. Ну, не в этом сезоне, а в следующем. Если в следующий сезон полностью отыграет, в основе, то выйдет на чисто второе место, потеслив кавьера Занетти. Чтобы Маддини потесли с первого места, Буфона нужно сыграть два в полном сезоне. Но пока Буфон не собирается завершать карьеру, и вполне возможно, что он и этот рекорд побьет. Но пока самое главное, это вот серия сухая, потому что, действительно, согласитесь, при том, как играет Ювентус, и при том, как играет сам Буфон, второго шанса, я думаю, у него не будет, чтобы вот такую серию выпить. Поэтому или сейчас, или Себастьяна Росси еще очень надолго останется на первом месте с 9-ми с 9-ми минутами сухими. 22 прибавил Буфон. 858 сейчас сухих минут на его счету, а Буночек делает передачу направо. Но Сусоло, команда Кусачи, она может и не собирается играть в обороне, собственно, она нам это демонстрирует. Соло легко, потому что Соло, ну, действительно, ничего не давит. Арифметика простая. Периодически мы вам об этом напоминаем. С 20 командами в чемпионате от 39 до 41 очка. это то количество, которое гарантирует команде, набравшую такое количество очков участия в чемпионате на следующий сезон. Но это зависит от ряда обстоятельств, от плотности таблицы, от результатов других команд. Но в целом вот 41 это уж точно ты остаешься. У Сусоло уже 44, поэтому команда может наслаждаться жизнью. Я очень хорошо помню, как вот тот самый Калери, когда Олегри его тренировал, наслаждался жизнью после того, как набрал свои 41 очко, играю в замечательный футбол. Потом команда проиграла 10 матчей подряд. 10 подряд. Просто вот закончили и все. Никакой Олегри с этими футболистами справиться не мог, потому что ни премиальных, ничего, все, команда, сезон закончена. Желтая карточка в руках арбитра. А, я не представил вам арбитра. Рукой сыграл Дункан, судья Челли. Предупредил Ганского полузащиты. А счет 0-0. А Ювентусу надо выигрывать. Помимо Буфона все-таки давайте не забывать и о турнирной таблице, которая меняется из года в год, но она, безусловно, тоже волнует болельщиков в не меньшей степени, чем таблица непробиваемости вратари. Наполе на свой матч сыграет вечером в воскресенье против Палермо. Это будет непростая игра для Наполи, потому что Палермо в зоне вылета на одну очку всего лишь Палермо опережает 18-е место, поэтому там выгод будет, конечно, неаполитанцам очень сложно, тем более, понимая это, Ювентус не может себе позволить право на месяц. Заявил стадион Ювентус, поддерживая свою команду, но пока момент, который был у Дебалы на первой минуте и момент Алекса Сандро за 25 минут на своем поле маловато, ну и при том, что мы знаем, Ювентус притормаживает обычно где-то вот в первой, во второй половине первого тайма много сил тратя в начале встречи, пытаясь забить на быстрый год. Манджукич. Квадрадо. Передача на Алекса Сандро, но он бразильцем в поле в поле Маркизио. И опять перевод направо Манджукичу. Вернулся мяч туда, где был несколько секунд назад. Манджукич, по идее, сам себе навешивает странное решение. И неужели здесь не было нарушения правил? Хидиро бил в пустые ворота и пробил выше. Отыграли сейчас вратаря. Туринцы Квансилий покинул створ ворот. Адибала опередил вратаря и успел пробросить мяч в сторону не было положения в дни игру. Вот здесь нет. И здесь нет. Действительно голевой момент. Хидиро, который вот в этой роли подключающегося из глубины поля полузащитника на позицию центрального нападающего в этом ролик проявляет себя все чаще и чаще мы видим это подключение и очевидно это не импровизация то, что мы сейчас наблюдали. Вполне мог именно Хидиро, а не нападающий Маджукич и Дибала на открыт счет в матче. Маджукич. Длинная передача вперед. Мука. Прихватывает на всякий случай ругами соперника за маечку. Ну и Вентус уже успел вернуться назад, поэтому сходу здесь со слову вряд ли что-то получится. Долго Дунханова решает, что ему сделать, подать, обыграть. Мяч уходит за пределы поля от Санцона. Своей игрой Санцона обратил на себя внимание наставника сборной Италии, Антонио Конте и получил вызов в сборную. Вызывался на матч с Хорватией в прошлом году. Но правда вот в этом году как он не вызывался. играет на wartime «Санцона» и «Алюстик» и «Алюстик» и «Алюстик» и Очень часто дают Квадрату свободно принимать мяч. Но я не знаю, Чебе Пелузу вряд ли мог рассчитывать на то, что он спокойно даст Квадрату принять мяч, а потом вот так вот играючи перехватит пас Квадрату. Мне кажется, Пелузу напрасно Квадрату дает свободу действий и раз за разом колумбийцы довольно спокойно мячи принимают. Ругани, Бонуччи. Келлини под вопросом пока что возвращение в строй через две недели. Так что с Баварией точно Квадрату пропустит. Любопытно, что без Келлини, который уже давным-давно не играет, Ювентус демонстрирует вот такую уверенную игру в защите и не пропускает мячи в свои вороты. Но все-таки с Баварией я считаю, что Келлини не хватало. Одно дело в чемпионате Италии здесь с Олегрией. С Саки сложно мне согласиться. Дебала, левая нога готова у него. Он целился в створ и в мяч, в принципе, мог бы туда и попасть, если бы не рикошет. Квадратон. Квадратон. Бала, пас вратарикам сели на месте. Полчаса сыграли команды. 0-0. Полчаса сыграли команды. 0-2. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok При схеме 3-5-2 вынуждены играть по всей бровке и квадрату и в том числе выполнять объем работы в обороне Дима Торзок Субтитры создавал DimaTorzok 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 Подписывал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok Ярко начинает, гонимый вперед своей тифузырии. Но вот если не получается сразу забить, потом их немножко притормаживает. Но сейчас нужно пытаться довести дело до ума. Дебала! Роскошный гол Пауэллу Дебала 1-0. У Робина, что ли, подсмотрел Дебала подобный удар? Может быть. Но абсолютно в стиле голландца Дебала, обводящий удар, нанес Данюгл. И консилий, как ни старался, выручить свою команду в данном случае не сумел. Очень вовремя. Ювентус забил. Почувствовали мы с вами, что вот сейчас в этой атаке может Ювентус выжить максимум из нее. И таки выжил. Квадрадо пас пяточкой. Дальше Дебала. В одно касание. Дальше Квадрадо. Квадрадо записывает на свой счет результативный пас. Ну и Дебала. Вот, кстати, Квадрадо должен все-таки помнить о том, что Дебала левша. Потому что пас-то он сунул ему под правую. Дебала потерял еще секунды для того, чтобы подработать мяч себе как следует под удар. Но дальше исполнение было феноменальное. Потрясающий гол 1-0. Выходит на второе место Дебалом среди бомбардиров в Италии. 14-й гол до соотечественника Игуаина далеко. Но Дебала уже пошутил, что он готов уступить Игуаину титул лучшего бомбардира. При условии, если Ювенту станет чемпионом. Так, Сосово идет вперед. Ювенту свой гол забил. Но у нас теперь есть другая игра. А именно рекорд Бушонок. Который приближается с каждой минутой. Интересно, стадион знает, мне просто любопытно, будет ли какая-то реакция на 67-й минуте. А еще было бы круто, если бы арбитр дерби, если Буффон к тому времени будет идти на всеитальянский рекорд, на третьей минуте туринского дерби свистнул бы просто и взял бы паузу. И предложил Буффона поприветствовать. Но, правда, к сожалению, для Буффона это будет дерби. И вряд ли... Хотя нет, Буффон, по-моему, пользуется таким колоссальным уважением, что даже болельщики Торина должны его поприветствовать. Это немножко вперед забегаем. Пока речь идет о том, чтобы потеснить Динут Зоха со второй строчки. В таблице вратарей, имевших самую длинную сухую серию в итальянской серии. Дебало подача, Манджукич. Квадрадо. Дункан локтем встретил Квадрадо. В горло показывает арбитр Дункан. Ударил локтем, ну не ударил, а выставил локоть. Он попал в горло Квадрадо. Да, было. Хидира. Ругани. Руган локтем, ну не ударил. Руган локтем, ну не ударил. Еще одна пауза в игре, опять досталась Бьюндини. Запас на Левентусе, там даже в пакбаках не видно. Пять минут до перерыва, Сесуол с мячом, Сансоне. Желтая карточка в руках арбитра. Не понимает Сансон, за что он наказан. Вот за этот фолк. Олегри призывает своих поиграть в футбол. Еще есть время в первом тайме, плюс были паузы. Минуты две судья добавит. Бьюндини, здесь мяч сыграно. Нет, не мяч считает арбитр. Не показался мяч, но судья был явно ближе к этому эпизоду. Мима. Буфон вводит мяч в игру. Попали Манзикычу по лицу, опасная игра. Не точный пас Маркизио. Очень быстро Борзали возвращается назад, отбирает мяч Маркизио. Налево. Александро. Очень приличного игрока в лице этого футболиста приобрел Минутус. Что за свой левый фланг, Минутус может не беспокоиться, если Евра в силу возраста или каких-то других причин решит сменить команду. Впрочем, об этом речь пока не идет. Маркизио с мячом. Пас налево. Ругани. Осамуа. Попрали у него легко довольно таки мяч. И здесь прихватили за футболку Политан. Штрафную пробьет команда гостей. Встреча. Привет, рыбка динамик. Налево. Молодец. Пробра. Тыiewа. Тор Tarot. Нет, не удалось приблизиться к воротам сейчас. Сейчас Сосуоло. Антей. Еще один штрафной. Нет, пока вариантов впереди. Приходится, Сосуоло, играть через защитников. Пиузо. Это очередный, прошу прощения. Ивентус прессинкует, но не очень активно на чужой половине поля. Мяч Сосуоло сам отдал. Маркизио. Александр практически безошибочно действует. Сейчас вновь хорошо разобраться в эпизоде. Пас на траву неточный на квадрату. Вновь Маркизио. Круга не Маркизио. Дибала. А всего лишь минутку добавил арбитр. Но в атаке Ювентус. Квадрадо. Дибала. Хороший пас. Хидиро. Навес. А навес, мне кажется, не туда. В сторону. Оказался совсем один. Квадрадо. Его никто не держал. Но Хидиро в сторону Манджутича делал передачу. Дибала. Хидиро. Квадрадо. Гораздо охотнее Ювентус. Атакует правым флангом. Чувствую, что квадрадо в порядке. Частенько его подключают к атакам. Бонуччи. Ну и все. Первый тайм заканчивается. Шикарный гол Дибала. Выводит Ювентус вперед. А Буфон. Джануиджи Буфон. В 22 минутах от второго места за всю историю серии А по количеству сухих минут. Ждем второй тайм. И ждем, что еще 22 минуты Буфон отстоит нас. Илана, сыграв на 26 минут дольше. Без пропущенных мячей. Итак, вот что главное во втором тайме. Я не думаю, что нам Сесуолу какую-то футбольную интригу здесь подарит. Впрочем, давайте не будем забегать вперед. Все в руках, ногах Ювентуса. Мне кажется, что туринцам нужно забивать второй мяч. Сесуолу, как всегда, показывают очень приличный, компактный футбол с попытками сыграть на чужой половине поля. Более того, команда Ди Франческо даже умудрилась организовать одну позиционную атаку, когда в течение довольно продолжительного времени Сесуолу разыгрывал мяч на чужой половине поля. Но, правда, до ударов по воротам Буфона дело не дошло. Потеря мяча и Ювентусом. Давайте напомним состав, в котором играют команды. Буфон в воротах Ювентуса. Борзали 15-й, Буночи 19-й. Александру 12-й. 24-й Ругани. 6-й Хидиро. 8-й Маркизио. 22-й. А самого 16-й Квадраду. 17-й Манджукич. 21-й Дебала. Массимилиано Аллегри. Главный тренер Ювентуса. Консилье в воротах Сесуолу Пелузу. 13-й номер Врсалько. 11-й Ачерби. 15-й Антеи. 5-й. В Йондини 8-й Магнанелли. 4-й Дункан. 32-й Политано. 16-й Фальчинелли. 9-й Сансоне. 7-й Ди Франческо. Главный тренер Сесуолу. Челли. Главный арбитр. И Ювентус в атаке. Александра получает мяч. Подача. Штрафной площадь. Мне остается непонятным, почему Манджукич все время убегает с позиции центрального нападающего на фланг. То на правый, то на левый. И оттуда пытается что-то подыгрывать. С вами партнер. Смотрите, где Манджукич ждет передачу. Хотя потом, вроде бы, по развитию атаки напрашивается передача в центральную зону штрафной площади. Туда в район 11 метров, где, по идее, Манджукич и должен вести борьбу за верховой мяч. Но он вместо этого находится на фланге. Трудно сказать. Импровизация или это Манджукичи. Или же какой-то такой тренерской задан. Не смещаться в край. И освобождать зону. Например, там уже Хидири, который один раз чуть не забил с близкого расстояния. Как раз замыкает передачу на позицию центрального нападающего. Штрафной выполняет Дебава. И не удалось поднять мяч на должную высоту. Александру не та нога. Мяч падает в руку. Арбитр рядом. Все видит. Считает, что это была неумышленная игра рукой. И Политанов понесся вперед. Пока он один здесь. И теряет мяч. 20 минут. Осталось. Буфону до второго места. Хидири. Квадрадо. Здорово. Очень легко обыграл Пилузо. Квадрадо добежал до штрафной площади. Притормозил Дебаву. Очень неплохо. Они комбинируют прострельная передача. Квадрадо и Дебаву. Правда же, нашли друг друга. Очень хорошо получается у них игра в пас. И гол они вдвоем организовали. Сейчас задержался Варсалько. Не прочувствовал эту атаку. И положение в него нет. Угловой подает Ювентус. Дебава подача. Это не опасно. Мяч, по-моему, еще раз на угловой уходит. Даже мне по телевизору было видно, что мяч от головы соперника ушел. Вот, конечно. Это игрок Ассасуэлла за пределы поля. Дебава еще раз. Квадрадо рядом стоит разыграть. Попытка хорошая подача. Консили справился. Александро возвращает мяч ударом в штрафную площадь. Александро. Контратаку Сосуэллу не получилось. Хидиро. Мяч вновь у Ювентуса. Квадрадо все видит туринца Александро. Хорош сегодня Александро. Квадрадо поднял голову. Где Маджукич? А здесь досталось больно защитнику Сосуэллу. Получил Антей в спину от Алекса Сан. Консилиев будет вводить мяч в игру. У Ювентуса разнообразный очень запас. Вся завязка. Заявка заполнена. Так что у Алегри есть варианты. Может быть Погба выйдет размяться. Есть Пирейра, Дзадзе. Стурару. Любимый футболист Алегри. В общем, здесь много возможностей. Дать кому-то отдохнуть. Либо наоборот дать немножко игровой практики. Дебал с мячом. А Самоа. Забыли Варсальку где-то в районе центра поля. Два Хорваты здесь столкнулись. Маджукич задел Варсальку. Здесь действительно не было игры рукой. Мяч попал в корпус защитника. Марата пока не готовится к выходу на поле. Хорошее настроение у запасных Ювентуса. Погба среди них не видно. Может быть он где-то в другом месте. Капитан Сосуолу Магнанелли будет отправлять мяч в сторону чужой штрафной площади. Рейхштайнер. Да, вот Погба. Они оказываются уже в активной на стадии разминки находятся. Ну что ж, вроде бы небольшая пауза позади. Все. Просит арбитр не размахивать Маджукичу руками в следующий раз. Александр очень сильно бросил так довольно, наверное, по-рисковому через середину. Ну, меж дошел до Бунучи Хидиро Квадрадо. Здесь рядом Маркизио. Ох, как здорово Маркизио. А Квадрадо не обработал мяч. Не справился. Паста Маркизио прекрасно не сделала. Манелли налево. О'Черби. Не точная передача, но мяч остается у Сосуолу. Санксоне. Быстрее много руганий. И Ювентус эту атаку прерывает. Сосуолу. Гвендини. Маджукич отрабатывает в обороне. Хидиро. Квадрадо. Одного обыграл. Второго не стал. Решил сыграть в передачу. И не точно. Сумел Политано сохранить мяч в поле. Через вратаря. Вендини. Сложно было сделать передачу вперед. Ругани. И с мячом Ювентус Буныч. Александро. Получит мяч от Асамо и по ногам. Вот и карточка. Харвард даже и не стал спорить. Опоздал. К этому мячу и зацепил бразильца. Бунучи. Хидиро. Высокий прессинг. Сосуола. Дункан. Больше всех старается сейчас. Буфон. Не точно вышла передача в сторону Алекса Сандро. Такое впечатление, что Побба выйдет минут на 25. Продышаться. А пока мяч на половине поля Юви. Дункан. Сансоне. Здорово. Сансоне. 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 Держать Сансоне. Ювентус должен удар. Заблокировали. Двенадцать минут еще. До рекорда. Но пока с мячом Сосуола. Попытка найти возможность вывести кого-нибудь на удар. Сансоне налево. Перехватывает мяч и сохраняет в поле Бунучи. Нет? Вы ушел мяч вау. Сансоне. Сансоне. Александро. Странное решение. Буфон. Буфон. Разлег публику Буфон. Схватив мяч на самой линии штрафной площади. И выбив его подальше на трибуну. Бьендини. Угловой пытается заработать Сосуола. Но не получилось. Дебава. Там уронили кого-то из туринцев. Манджукич опять достался. По корпусу. Ровно десять минут. До рекорда Буфона. Буфон. 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 Стураро. Барзали. Хидиро Квадрадо. Хидиро пас делал в направлении. Квадрадо не как бы не спорь к этому мячу. Вентус сносит в своем репертуаре. Активно сыграв несколько... Ой-ой-ой, туда покатился. Несколько стартовых минут тайма. Как-то вот немножко... Не то чтобы приуныл, но ушел с чужой правильной поля. И тут вспоминаются слова Саки о том, что Ювентусе не хватает глаголов в философии игры. Хидиро. быстро ювенту стал терять мяч длинная передача вперед оживление на трибунах возможно связано с тем что готовится кухня на поле пупа квадрата слишком сильно не обработает эту передачу а сама призывает аллегри квадрату собраться быть по точнее в передачах тем более что колумбийцу никто не мешал выполнять эту диагональ а здесь локоть выставляет нападающий сесуолов фальченелин но битр фол не свистну консили с мячом александра ругане и буфон рада как-то так безадресно но впрочем мяч у квадрата остался квадрата набегался по-моему чем стал много запускать он ошибок александр александр за само александр 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 кичен не точно капитана с осолом магнанели с мячом не точно маркизио дебала Квадрадо. Да, очень рационально, конечно, команда Ювентус. Тут с Акиги поспоришь. Ну, не то, что не напрягается, а вот счет устраивает на табло. И команда особенно не идет вперед. Так, более-менее пынается, двигается в сторону чужих ворот. Ювентус, Квадрадо. Не поднимает мяч вверх, как положено. Не удалось ему сделать передачу нужную. И пять минут. До второго места Буфона. За всю историю кальчу. По количеству сухих минут в воротах. Александро. Буганев. Маркизио. Не долетел мяч до Квадрадо. Но, впрочем, Асесуалу тоже не сумел из этого перехвата извлечь какую-то для себя пользу. Пока не торопится с заменами. Аллегри. Впрочем, и Ди Франческо тоже не выпускает пока свежих футболистов. Буфон с мячом. Это успокоилась игра. Впочтение, что все ждут 67-ю минуту. Неинтересно, стадион. Они могут не знать, как они отреагируют. Через три с половиной минуты мы должны узнать с вами об этом. Наверное, самое интересное, на самом деле, в матче, ну, после гола Дебалы. Хотя гола Дебалы, согласитесь, это вещь локальная. А тут история, возможно, на десятилетие. Пасамо. Так, вот сейчас Дункан что придумает. Три минуты. Сосово в атаке. Дункан. Ну-ка, ну-ка, нет, все, нормально, Буфон заберет мяч. Здесь достаточно грубовато Бануччи так встретил. Центрально нападающего Фальчинелли, который пытался пролист к этому мячу. Александро. Буфон. Дебалы, здорово. Принял мяч здорово, но почему-то я считаю, что там не было нарушение права. Ну, опять-таки, был рядом. Но мы увидели, тем более, что Дебалы не спорят. Сансоне. Две минуты. Две минуты. С мячом. Команда, которая еще может все испортить. Но Юэнс перехватил мяч. Федира. Федира пошел вперед. Маджукич, прострельная передача. И угловой зарабатывает, нет, не угловой аут. Забавно будет, если же, что на 67-х Ювентус забьет. Александр. Маркизио. Пантратакан за минуту 20. За минуту 15. В атаке Сосуоло. Пас. Все. Мяч уходит в аут. Минута 10. 22 года на второй строчке Динудзов. Находился, и никто к нему не подбирался, кроме Буфона. Ну, вернее, кто-то там подбирался с 94-го года. Сейчас не будем все вспоминать. Но никто не подобрался. Момент. На 66-15 сейчас мяч был опасно во вратарской площади Буфона. Но мяч в руках голкипера. Представляете, вот сейчас бы Александр бы махнул. И все, и все бы закончилось. А это 10 матчей. Когда еще такой будет? 30 секунд. 10. Сосуоло с мячом. 5. 4. 3. 2. 1. Буфон ищет. Все. Второе место. 904 сухих минуты. И продолжает Буфон идти на рекорд. Ему нужно отстоять этот матч на ноль. И три минуты с начала туринского дерби в следующем туре. Ну, пока с мячом его команда. Теперь можно уже сосредоточиться на результате матча. Потому что счет все равно скользкий. Пусть Ювентус не пропускает 10-й матч подряд. Но здесь на кону три очка, которые пока Ювентус себе еще не гарантировал при вот таком скромном преимуществе. Малават, конечно, забивает Ювентус, располагая хорошими исполнителями в линии атаки. Разнообразной группы атаки. Все-таки Ювентус... Если опять-таки возвращаясь к словам Саки, Ювентус редко балует... Да, вот он, Буфон. 68-я минута. Все, сейчас, наверное, будет объявление или нет? А, нет. Это просто замена. Ну, хотя бы режиссер вспомнил, показал нам Буфона крупным планом. Я думаю, что если дальше вот так и пойдет, и Буфон пойдет на уже исторический рекорд, тогда, наверное, этому будет как-то в трансляции уделено еще более какое-то особое внимание. Ну, всегда любопытно присутствовать вот вживую на матче, в котором творится история. В 30 лет Дзов установил рекорд свой. И, кстати, это был его первый сезон в Ювентусе. В 38. Джан Мойджи Буфон его опередил. Дину Дзову, кстати, принадлежит рекордная сухая серия в сборной Италии. Более 1000 минут. 1142 минуты. С 72 по 74 год вообще Дзов не пропускал мячей за сборную. Два года слишком. А сам он с мячом. Дебала! Ну, забивать надо и заканчивать все. Хидирос танцевал. Квадрадо не попал по мячу. А Борзали взял и пихнул спину нападающего Санцона, который пришел с вами помогать в защите. В последних десяти матчах Ювентус только дважды забивал больше двух мячей в ворота соперников. 20 минут до конца игры. 1-0. Счет первого тайма. Пока что на табло. Маркизио перехватил мяч Ювентус. Квадрадо 20 минут до конца игры, а Олегри так и не делает замену. Видимо, полагаю, что тем, кому не играть с Баварией, пусть уж набегаются и здесь. По полной. Он, наверное, не будет Асаму играть. Вместо него Погба. И... А, нет, Погба выйдет прямо сейчас. Ну, и Евра вместо... Алекса Сандрус. Хотя Сандру очень хороший. Очень хороший. В сегодняшнем матче, как я только что сказал, наверное, те, кто не будет играть с Баварией, будут бегать до конца. Ахидера покидает поле. Я думаю, что это игрок основного состава и в Германии он должен сыграть. Куба отправился ближе к атаке. Не успевает Александр к мячу. Гости будут водить мяч в игру. Мяч идет прямо в руки Буфона. Бойфон. Бойкр Skill. Бой! 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 Не вот мне удается сделать передачу в штрафную площадь. Бойнучи, она потеряла. мяча что пытается затеяться слова штрафную площадь ювентуса но пока до удара в повороте не доходит что это а а и и и и Удар Буфан! Буфан и сейвом отпраздновал сегодня свое достижение. Но, конечно, хочется войти в историю. Считает арбитр что-нибудь там, никакого нарушения правил, а мы еще раз смотрим, смотрим, ну, может быть, если бы подтолкнул до ночи соперника. Но арбитр никак на это не отреагировал. Четверть часа до конца игры. Смичем Ювентус Осамо пас на квадрадо. Долго. И поехала опорная нога, у Осамо там не получился. Смичем Майк в Киеве. Погубан, сзади, надо было подсказать Маркизу. Маркзю готов был, потому что вот сзади атакует Александро. александро манджу кичу передача манджу кич джу кич квадрадо спасать консилии вот это голевая так и ювентус она продолжается прочим заканчивается том что сфалью замену со словом тротта выше на замену концу подходит матчи но результат пока не определенные три очка не гарантированно то сосова почти не атаковал и сухая серия теперь же на совсем уже все итальянский рекорд идет джону джи буфон ему осталось доиграть этот матч и три минуты 100 рино но все это может закончиться в любой момент одного точного удара слова достаточно чтобы испортить настроение всем болельщикам и вентус и персонально буфон ни в коем случае нельзя читать через терять очки в подобном матче ничего особенного со сегодня показал то что тактически все итальянские команды обучены вот мы все прекрасно знали а санкционер пока его накрыл и санкционер и санкционер и справляются в ювенту здесь маркизио марата вместо дебалы традиционная замена могут быть вариантами сегодня выбрал такой наставник ювентуса массе мяну олег 10 минут до победы 10 подряд победа ты сейчас подожди запутался с этими рекордами 10 матч на ноль а подряд вовсе нет уж спалил без баллоне совсем недавно был матч в ничью сыграть 10 машина а давайте посмотрим на календарь что же ждет ювентус в ближайшее время кроме лиги чемпионов это игра с торином гостях дома с м поле в гостях с миланом дома с полермом дома с латсо в гостях с ферентины дома с карпи в гостях с ферон и дома с андори календарь как календарь ничего такого особо и 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 дебалы как сегодня на что-то придумает какие бы ни были у баварии там проблемы с центром обороны но и так показал матчи с самой баварии а так и баварии это не то что ювентус встречает чемпионате италии вспомним своих соперников тем более ночь на поле немецкая команда будет проходить где бавария со всеми разбираются манджокич какой-то странный занят работы честно говоря не очень понимаю какое тренерское задание дает аллегри своему центр форварда почему он все время бросает свою зону мне кажется на и фланге манджокичи пользу своей команде не приносит вот как центр форвард играет не весь матч постоянно смещается играет не все время и все время и все время и все время когда марата на фланг уходит одевал это понятно тоже они игроки с дриблингом игроки которые не ведут позиционную борьбу в штрафной площади в отличие от манджокича сейчас важный момент подача все обошлось для ювентуса на восемьдесят четвертой минуте в любой момент мяч рикошетом как угодно может гуркнуть в ворот и все на ровном месте потери очков не тот матч который можно себе позволить очки терять потому что в атаке со слова ровным счетом ничего такого страшного особенного не показал с другой стороны молодцы подопечные ди франческого если бы это был плей-офф по сумме двух матчей со слова в этом сезоне с ювентусом играет ничью победив дома и с минимальным счетом проигрывая на выезде 85 минута ну да очень технический консиль забирал кучу осамуан александро бабам нет не ждал передачу выключился запишу да меньше пяти минут до окончания основного времени плюс добавлено ругани хорошим мать проводит консили и здорово ругами сыграл великолепно чисто отобрав мяч мы дальше марата выручает консиль по здесь некуда было давать поэтому с утра не делал марата он силе вновь играет здорово маркизи возвращает мяч штрафную площадь со слова справляется и контратака кто там есть люди но есть портзалии санксона неужели без нарушения правил рукой не сыграл санксона удар буфон на 87 минуте выручает свою команду это был почти гол хороший санксона подтащил прицелился пробил с отскоком от газона очень неудобный удар здесь санксона может быть и рукой себе подыграл но арбитр этого не видит это был почти гол это было почти ничья вот такой вот матч в итоге получается все наука как бы ни было игровое преимущество команды как бы гибель соперник 1-0 это не тот результат на котором можно успокоиться обязательно нужно забивать стараться 2 даже может где-то рискует даже где-то может быть раскрывались одна так один точный удар и все и лишь таймер готовить на поле аллегри а вот так и сосуолу думка прошла эта передача и санксона просит мяч штрафной нет игры руками руганик коленями сыграл и квадрата просто на вынос вот так вот лидер бьется с седьмой командой серии а из городка сессуол конечно не деревня но совсем крошечный город представляет от команды маджукич набегался покидают поле странный матч провел хорват и неинтересно кто будет играть против баварии скорее всего аллегри выставит манджукича наверное размышляя о том что против бывшей команды наверное будет какой-то особый настрой плюс знакомый стадион мотивации и так далее ну и вообще габаритные форварды наверное не помешают хотя конечно нужно быть внутри команды мне кажется марата тоже с соответствующим настроем вышел бы хоть и но не играл забаварива плюс марата в прошлом году забивал важнейшие голы именно в лиге чемпионов может быть не всегда удачно играю в чемпионате манджукич на мой взгляд очень спорное приобретение вот марата все последние минута минуты три наверно добавит арбитр да но если кого интересует вот этих сериях считается 90 минут то есть если матч длится 95 за сухую серию засчитывается 90 90 основных минут поэтому если сусова вдруг забьет на 93 будет считаться что серия с 90 минут прерывать ну коль уж мы посвятили этому сегодня довольно много времени следя за тем как буфон улучшает рекорд джануэджи буфон 4 минуты добавил арбитр в 7 минутах игрового времени выпускает мяч ну что в среду пожелаем туринцам удачи это будет сложно но особенно с такой игрой в атаке когда ювентус в целом за игру даже против таких соперников как сусова создает очень небольшое количество волевых моментов марата здорово сыграл в отборе и получил по ногам 6 по тартаки маркизи вводить мяч в игру так же так так и кто не мешает настолько непонятную передачу сделать надо было постараться а и 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 марата квадрата мяч обработать не сумеет ну вот дарит шанс на самом деле марата сопернику потому что сейчас а нет решили быстро разыграть подачу пусть он будет заберет мяч а куда торопился сессова спокойно разыграли штрафной отправили всех людей туда чужой штрафной поиски после этого бы навешивали мне кажется поторопились на просто а теперь минута остается но в атаке со слову вас направо штрафную руганье на месте чем мяч мяч ювентус все 30 секунд игра закончена венц набирает 67 очков как бы на поле не сыграл спалерма в любом случае приносит ювентус будет три очка но это еще если напали выиграет и полерна в чем привязь в него что там на сциле будет сложно команда полерна идет борьбу за выживание ну а дальше дальше интереснее что дальше куринской дерби у одной команды у напали тоже матче любопытно интересно то что посмотрите в любом случае ювентус сохраняет лидерство а буфону остается ровно три минуты в туринском дерби отстоять на ноль десятый матч ювентуса подряд на ноль и великий джан луиджи буфон станет еще более великим через три минуты после начала матча стари но выйдя на абсолютно первое место за всю историю серия по количеству сухих минут сегодня он обошел дину зов а это самое главное что стоило пронаблюдать в этом матче пожалуйста наверное все что я хотел сказать давайте прощаться георгий чертанцев вместе с вами смотрел этот матч что вам остается пожелать смотрите серия на наших каналах и хороших вам выходных до свидания